Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители, что увидят наш эфир в режиме онлайн-трансляции радиостанции «Голос Азии». Уже буквально через несколько дней большинство из нас сядет за праздничный стол и будет провожать в буквальном смысле этот нелегкий, неоднозначный и, конечно же, тяжелый 2020 год. Истекающие 12 месяцев дали нам почувствовать смысловую нагрузку поговорки «В темное время лучше видно светлых людей». В связи с этим мы стали внимательнее относиться к близким нам людям, оценивать поступки окружающих, учиться идти навстречу друг другу в тяжелую минуту. Без преувеличения будет сказано, важность большинства услуг, казалось бы, всегда присутствующих в нашей жизни, возросла как никогда. Услуги связи в этом списке стали в один ряд с такими необходимыми вещами, как электроснабжение, общественный транспорт, здравоохранение и т.д. Благодаря постоянно функционирующей, правильно выстроенной системе телекоммуникационных сетей мы можем общаться с близкими, получать информацию через интернет и телерадиовещание. Несмотря на всю сложность, связанность с пандемией обстановки продолжила функционировать система образования. В связи с этим в истекающем году у нас в гостях в студии, с обратной стороны стола у микрофона, генеральный директор акционерного общества ТВА «Связь.Информ» Хертек Салдыс Орлановна. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Как начался день у человека ответственного за такой, скажем так, объем связи, информации? И я просто представляю, какая огромнейшая ответственность на вас, как на руководителя. И, конечно же, хочется в первую очередь спросить, как начинается день у человека, у которого столько задач стоит в течение 24 часов? Вы знаете, на самом деле преддверие праздника, поэтому все равно день должен начаться очень хорошо. Отлично начался день, новые возможности, новая работа, которую можно совершить именно в этот день. Поэтому очень хорошо начался день. Ну и, соответственно, первый вопрос, он у нас, скажем так, сам по себе напрашивается. Какие задачи перед ТСИ стояли в начале 2020 года? ТСИ – это ТВА «Связь.Информ» – оператор, занимающий существенное положение на рынке на сегодняшний день. Хочу отметить, что к нашей сети присоединяются сети всех операторов на территории Республики. Поэтому, вы знаете, мы коммерческая компания, у которой, как и у всех коммерческих компаний, есть свои планы на текущий год, долгосрочные периоды. Поэтому основная задача на 2020 год – это было, прежде всего, выполнение стратегических целей, которые мы поставили через те стратегические показатели, которые устанавливаются. Самые основные, конечно же, это то, что касается наших клиентов. Это увеличение клиентских впечатлений. Это самое главное, потому что мы работаем, прежде всего, для клиентов и на клиентов. Поэтому все остальные показатели, такие как коэффициент доступности, ну, в общем, остальные показатели, которые мы работаем в четырех проекциях – это клиенты, их технология, эффективность и сотрудники. Вот то, что касается показателей технологии, они тоже самое, направленные на достижение клиентских впечатлений. Мы достигаем эти впечатления через качество обслуживания клиентов и качество предоставления сети для того, чтобы клиенты могли коммуницировать между собой на достаточно очень высоком качестве. В последующем, конечно же, это нам дает увеличение обан-базы. Ну, и, соответственно, это, в свою очередь, дает увеличение выручки, увеличение производительности туда, ну, и все остальные показатели, которые нужны для коммерческой компании, прежде всего. Клиентские впечатления, интересная формулировка, вот, ну, когда мы говорим о том, что получает, скажем так, конечный пользователь, абонент, вот взять, к примеру, интернет. И в последнее время все чаще и чаще мы слышим такую формулировку, как джипон, оптика в дом, да, постоянно приходящая. Можете дать пояснение для наших радиослушателей и зрителей, которые увидят, что это за технология и как ее строительство развивается в республике? Да, действительно, есть определенные терминологии. Это технология DSL, технология джипон, технология ETH, вы знаете, это просто технические параметры, но это технологии, действительно, это новые технологии. Вот сейчас очень много говорят по цифровой трансформации. Что это предполагает? Это предполагает очень огромный объем информации, которую мы должны друг другу передавать. Поэтому вот эти новые технологии, в частности, джипон, это возможность передавать очень большие объемы информации. Это просто способ подключения к услугам интернет с помощью новых цифровых технологий, с помощью той же волокон оптической линии связи, которая предоставляет неограниченные возможности для клиента, абонента. Ну, что это? Это говорит о том, что я могу не только по линии, раньше это была медная линия, которая соединяла две точки. Это точка я и мой товарищ, о котором мы говорим по телефону. Сейчас же это очень технология, которая позволяет видеозвонок, потому что это же голос и видео, то есть это уже две услуги. Больше поток информации. Абсолютно верно. То есть это я могу смотреть мультик, смотреть фильм, общаться и разговаривать. То есть это вот имеется в виду, что по этим технологиям можно многие вещи делать параллельно. И это большой объем информации, потому что по медной сети, это вот мы говорим о технологии DSL, мы не можем смотреть телевидение, скажем так. А джиппон – это вот та технология, которая позволяет нам очень большие возможности. Раньше постоянно была такая через запятую приставка «оптика в дом». Всегда вот, насколько мне помнится, когда только появилась в рынке. Да, это абсолютно верно. Это что касается и многоквартирных домов, и сейчас частных домов. Это в общем народе, так говорится, оптика в дом. Джиппон, когда мы говорим о его развитии в республике, соответственно, тут стоит упомянуть такую вещь, как строительство. И это всегда сопряжено еще и с такими факторами, как устранение сетевого неравенства. Что, ну, будем честными, жители городов имеют гораздо больше, скажем так, возможностей к доступу в интернет, нежели жители отдаленных населенных пунктов. Ну и мы с вами в той республике, где этот вопрос крайне остро стоит. Все-таки дадим пояснение нашим радиослушателям и зрителям о том, что Джиппон – технология очень хрупкая. Ее просто так не прокинешь по воздуху, как медный провод. Он больше, скажем так, ломкости подлежит. Как строительство развивается от Джипона в республике? Вы знаете, если брать нашу миссию, она звучит именно таким образом. Мы строим. То есть буквально уже, наверное, 10 лет мы строим. Мы переходим из одной технологии в другую. И, собственно, сегодня передовая технология – это все-таки ВОЛС, блокон оптической линии связи, который позволяет как раз и передавать огромные объемы информации в ту или иную точку. Таким образом, переход из одной технологии в другую, переход в цифровую. Цифровизация – это предполагает замена всех предыдущих линий, которые раньше были. Это были разные линии. Радиоволны, либо другие вещи, кабельные линии. То есть это уже настолько устаревшая технология, которая не позволяет делать то, что я говорила. Поэтому мы буквально с 2013 года строим волокон оптической линии на всей территории Республики Таван. То есть мы хотим, чтобы каждый житель имел эту возможность, возможность подключения к широкополосному доступу. Ну, собственно, стратегия всей страны, то есть именно нашего правительства, она направлена на то, чтобы не было цифрового неравенства, как вы сказали, да, чтобы каждый житель имел возможность этого подключения. И более того, у нас есть такой стратегический показатель всей страны. К 2030 году 97% домохозяйств должны иметь возможность подключиться к широкополосному доступу. И, собственно, все силы, усилия направлены на то, чтобы этот показатель выполнить. В связи с этим с 2013 года у нас идут очень много федеральных программ, направленные на строительство инфраструктуры. То есть это понятно, что вы правильно сказали, в городах меньше себестоимости для того, чтобы построить линии в городе, да, потому что мы говорим здесь о возврате тех средств, которые мы вложили в развитие. И во времени их возврата, соответственно. Да, да, абсолютно верно. Вы знаете, вот эту линию к многоквартирному дому построить или построить на улицу, которая имеет не столько квартир, да, но не столько домов, это разные вещи, и поэтому государство взяло на себя такие обязательства, как предоставление субсидий, субвенций, каких-то средств для того, чтобы построить и в отдаленные населенные пункты линию, а именно в виде волоконно-оптических линий, потому что это в последующем дает возможность развития сети в этом населенном пункте. Акция для многоквартирных домов от ТВА «Связин форум». Интернет 100 мегабит в секунду за 500 рублей в течение промо-периода 6 месяцев. После окончания промо-периода переключение на базовый тариф «Мега». Подключение услуги за 1 рубль. ТСИ 370703w.tuva.ru Федеральные целевые программы в 2013 году открылись в 2-й программе «Острове цикловое правительство». Там у нас было порядка, наверное, около 20 на зеленых пунктах, куда мы пришли с волцом. В 2015 году это было подключение лечебно-профилактических учреждений. И буквально с прошлого года нам посчастливилось, мы выиграли государственный контракт на подключение социально значимых объектов. Это 369 объектов, и мы реализуем этот контракт в течение трех лет. Казалось бы, это только подключение этих объектов. Но на самом деле, вы знаете, очень умно подошли к этим федеральным программам, поскольку речь идет о строительстве линии, не только к этому объекту социально значимому. Это школа, лечебно-профилактические учреждения, ФАПы. То есть в населенный пункт пришла линия и построили узел связи. Подключили для начала три объекта, и впоследствии имеется возможность подключать все остальные подворья, население, другие учреждения. То есть вот для этого делались эти федеральные целевые программы, для того, чтобы развить инфраструктуру, которой нет, допустим, в нашей республике. А вы правильно сказали, что наша республика, она отличается тем, что у нас очень большие территории, они друг от друга далеко находятся, и, соответственно, не каждый оператор бы вложился в те средства, которые вот на строительство этих линий закладывались. Потому что возвратность этих средств, ну, я вот так вот предполагаю 10-15 лет. Ну, я не будем, скажем так, говорить вслух об одном из операторов, вот, мне дословно известно, вы упомянули о домохозяйствах. И ладно, когда это панельные дома большие, здесь никогда не возникает вопросов о окупаемости, о том, будем честными, как пойдут продажи и с какой скоростью, скажем так, и абонент получит услугу и, соответственно, начнет за нее платить. Доподлинно известно, что бывает в больших городах, если имеется, скажем так, определенный участок, где очень много частных домов, там федеральные операторы не всегда ведут джипон, потому что подводя, скажем так, вложение и результат, это получается невыгодно. И вот, конечно же, очень приятно осознавать, что по такому количеству программ государственных и путем личного упорства в том числе у нас в республике реализуется возможность каждому человеку получить доступ в интернет. Но говоря о планах и их реализации, конечно же, в 2020 год мы вступили, скажем так, с определенными установками. Но вот какие корректировки в выполнении этих планов, конечно же, внесла пандемия, хотелось бы у вас уточнить. Безусловно, пандемия внесла очень большие коррективы не только, наверное, в жизни нашей компании, но и в целом по стране, по целому миру, поэтому сложно было, на самом деле, пандемия. Но, с другой стороны, это, да, действительно было очень сложно. Но, с другой стороны, мы перешли в тот период, когда люди стали общаться уже на расстоянии. Наши дети перешли на дистанционное обучение. Своего рода для нашей компании, возможно, это были какие-то возможности, потому что мы увидели увеличение потребностей. Но, с другой стороны, вы знаете, наш приоритет в работе – это безопасность наших сотрудников, поэтому нам пришлось переначивать свои процессы, сделать таким образом, чтобы минимизировать контакт с нашими клиентами. То есть нам пришлось увеличивать техподдержку, которая работает на телефонах. Наши ребята подводили линии только к квартирам. Соответственно, дальше мы уходили в общение с клиентами на бесконтактном уровне через телефоны. Поэтому, своего рода, это была задержка, но, тем не менее, мы приспособились. Необходимо было выполнять те требования, которые нам выставлял главный врач. Более того, я хочу сказать, что мы компания, которая обеспечивает непрерывный процесс, и работали мы все время, не уходили ни на какую изоляцию. Я вас прекрасно понимаю. Поэтому та нагрузка, которая на нас валилась, она была значительно, такая, очень тяжелая. Но, надо сказать, что мы с этой задачей тоже справились. Мы постарались эту потребность как могли выполнить, потому что есть такие места в городе, где мы, к сожалению, не можем предоставить. Это те же фавелинские затопы, те же дачи. Естественно, там надо расширять и строить, и очень много делать, и при том, что это большие расходы, это просто неисполнимая задача. Но хочу отметить, что выполняя все эти требования, мы достаточно неплохо вышли из этой ситуации. Это у нас очень маленький процент заболевших в компании. И прежде всего я это связываю с выполнением требований, которые были во время пандемии. Здорово. Понимая, что, возможно, прозвучит глупо, но все-таки лично вас хочется уточнить. Иногда бывает, что ты что-то делаешь, 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 а потом думаешь, что слушает ли меня кто-то, либо пользуется ли кто-то услугами, которые я бы предоставляю. Вы просто упомянули такой момент, как возросшая потребность. Вот этот скачок был значительный, прям и видимый в момент, когда все сели дома. Он был значительный. Когда наши дети вышли на дистанционное обучение, вот знаете, заявки приходили улицами. Улицами. Раньше такого никогда не было. Мы в планы свои вводили, конечно же, те улицы, которые закидывали те или иные заявки. В данном же случае, прям с этих улиц Вавиленского затона, ну и дач, прямо приходили коллективные заявки. Это было видно, это было видно по комментариям, в соцсетях. Ну, это просто входящий поток, который не прерывался, и который постоянно был. То есть, если кто-то и говорит, что во время пандемии он устал находиться дома, то это, ну, факт не про ваших сотрудников. Нет, абсолютно. Ясно. Вот упомянули о дистанционном обслуживании. Я думаю, что не то, что каждый, находящийся в этой студии, я думаю, что и в здании, да и, наверное, в городе, так или иначе, всегда сталкивался со службой поддержки чего-либо. То есть, поскольку у нас представители телекоммуникационной структуры, хочется, чтобы вы, знаете, немного приоткрыли вот эту завесу тайны. Как обратиться в службу поддержки? И вообще было бы, скажем так, интересно узнать, как работает сам КОСАР? Одним из преимуществ компании все-таки мы считаем, что это местная круглосуточная техническая поддержка. В 24 на 7? 24 на 7. Единственное, что есть определенное время, это с 22 часов, это просто прием заявок. А до 10 вечера, соответственно, можно поработать с техподдержкой, и наладить, и настроить, и это все можно сделать. И надо сказать, что я говорила о том, что мы внутренние процессы немножко оптимизируем, и переделаем, и хочу сказать, что со следующего года у нас начинает работать единая контакт-служба, в которой можно обратиться по номеру 2.20 и по 2.22, и которая в последующем может решить все проблемы клиентов. Это прежде всего консультирующие вопросы, интересующие вопросы, которые интересуют нашего клиента. Это первая линия, то есть мы можем снимать все вопросы, требующие справки, или кода телефона какого-нибудь города, ну и все остальные справочки. Затем это техническая поддержка, которая, вот это дистанционная поддержка, которая позволяет, не выезжая к клиенту, выполнить все те вещи, которые можно сделать совместно с технической поддержкой. Ну и третья линия, третья линия, это служба сервисного обслуживания абонентов. Это та служба, которая, конечно же, придет к клиенту, абоненту, и сделает все, что он не может сделать клиент дистанционно. На сегодняшний день многие наши абоненты знают, что по услугам интернет это 2.0.1.10, 2.0.1.10 это техническая поддержка, которая работает по услугам интернет. И, соответственно, служба клиентская это 3.70.70, которая может тоже по взаимоотношениям договорным и всем остальным как бы отработать. Кроме этого мы работаем через свой сайт, то есть не выходя из дома люди могут отправить заявку. Вот пока вот такие службы у нас работают, еще раз повторю, даже сегодня набирая 2.22.22, вы выходите на тех операторов, которые готовы вас сегодня послушать. Дополнительная вся информация, мы ее, соответственно, относительно телефонов на сайт продублируем в нашем официальном посту, который будет в социальной сети ВКонтакте. А также номера телефонов сможете увидеть вот здесь, прямо сейчас дополнительно на экране. Пользователь бывает разный, диапазон возрастной от подростков и до людей пенсионного возраста, конечно же. И все-таки, опять же, смотря на карту нашей республики, невольно возникает вопрос в труднодоступных районах республики, насколько чувствуется надобность техподдержки, дополнительной консультации, насколько часто туда идут заявки, звонки, просьбы о чем-то. Вы знаете, Александр, вы как-то подошли к этому вопросу по возрастным критериям, а мы относим это по другим критериям. По каким? Потому что есть взрослое население, которое очень хорошо владеет этими новыми технологиями, поэтому мы это делаем как? Это люди, которые очень классно владеют. Ага. Совсем не очень. А, ну то есть это не возрастной критерий? Абсолютно. То есть люди, которые обладают этими новыми технологиями, пользуются, стараются, учатся. Есть тоже старшее поколение, которое неплохо пользуется новым технологиям. Поэтому, ну, как я уже сказала, то есть у нас есть единый колл-центр, который будет все вопросы принимать. Более того, во всех окаженных центрах у нас существует наш филиал, это подразделение, которое ровно так же работает, как и в городе все подразделения. Поэтому все контакты тоже есть на нашем сайте. Я надеюсь, что наши клиенты знают, куда приходить, куда звонить. Ну, еще раз говорю, что 2-22-22 это будет единый номер, который будет отвечать на все вопросы, которые будут задавать наши клиенты. Мы, конечно же, на следующем вопросе более подробно остановимся, поскольку это не последняя наша встреча для нас с представителями вашей компании. Но все-таки у вас, как у генерального директора, хочется уточнить, насколько стали резко востребованы услуги, предоставляемые вашей компанией в сфере предпринимательства, в сфере бизнеса. Ну, безусловно, каждому бизнесу необходимы средства для коммуникации. Мы говорим о государственных услугах, государственных органах, исполнительной власти. Мы говорим о бизнесе большом, мы говорим о среднем-малом бизнесе. Вы знаете, сейчас очень востребована услуга, когда соединяется несколько точек бизнеса. Это защищенные каналы связи, потому что не может бизнес передавать информацию в открытом пространстве публичном. Соответственно, очень много идет заказов на организацию защищенных каналов связи. И в среднем, и в малом бизнесе тоже. Потому что предприниматель, сидя дома, может вести свой бизнес. То есть он может подключать видеонаблюдение, соответственно, контролировать свои все точки и может производить все расчеты. Но, собственно, это очень даже очень востребована услуга. Не говоря уже о госсвекторе, которые все имеют телефонные точки. Почему-то у населения действительно у нас идет отток телефонных точек. А вот в бизнесе этого не происходит. Потому что, наверное, тот телефон, который стоит у руководителя на столе, наверное, он очень быстрее будет для того, чтобы понимать, на рабочем вы нести или нет. Да, это первое. Но и вопрос, понимаете, скажем так, нестационарность и легко сменяемость таких вещей, к примеру, как сим-карта. Видите, в положительных моментах дала еще и отрицательные. То есть и уровня мошенничества стало больше. Там, к примеру, что, грубо говоря, какие-нибудь фирмы-однодневки. Не так-то просто. Ну, не сказать, что это катастрофически сложно, но вообще гарант безопасности при определенной проверке контрагента, скажем так, и наличие у него стационарного телефона, это уже есть определенный показатель, скажем так. С определенной историей, и это, конечно, показатель, это параметр того, что бизнес достигнет. Ну да, а не просто 8 800, там, сколько-то там 700, да, и... А потом чей-то номер был непонятно, да, то есть это, конечно же, показатель достаточно серьезный. То есть стационарный телефон, не зря же и в банках спрашивают именно стационарный номер телефона. Ну, и компания, которая имеет филиальность, вот эти корпоративные сети, защищенные сети, это очень устремленные услуги. Ну, вот все-таки утекает у нас и время эфира, и время года в целом. Какие планы на 2021? Спрашиваю мы, держа крестики, я не знаю, булочки. Вот я начинала с стратегических целей, собственно, они не меняются. Они не меняются, и хочется сказать, что, конечно же, очень хотелось бы в следующем году завершить наш контракт, который предполагает подключение социальных значимых объектов в срок и качественно. Очень хотелось бы выполнить свои намеченные планы, а они у нас и по городу, и по районным центрам, и по сельским населенным пунктам ниже кожаных центров. Все те задачи, которые мы выполняем ежегодно, хотелось бы выполнить так, как мы наметили. Вот это в основном все наши планы. То есть хочется сказать, что мы территориально хотим расшириться, хотим сделать возможность, которая предполагает, чтобы точка А всегда была на связи с точкой Б. Вот и все. Связь с точки А, с точкой Б. Или А, а на другой стороне, ну, 10 точек, да, то есть как это... Это еще лучше. Это еще лучше. Хочется у вас спросить, как у руководителя с большим стажем работает. Это вопрос сугубо личного характера мой. Как достигается взаимоотношение в компании между сотрудниками коммерческого блока и технического? Все работают на единую цель. Потому что, ну, так не может быть, что у коммерции одна цель. Но так бывает. Да. То есть технари должны работать, чтобы сеть работала 24 на 7. Коммерсанты должны работать, чтобы услуга продавалась и чтобы она была качественной. А в целом у нас все-таки впечатление клиентские. Клиент должен доволен быть. И клиент будет доволен, когда эти две службы работают вместе. Понимаете? То есть единая цель их заряжает на общую работу. Ну, показатель того, что обоими сторонами, в принципе, вся концепция поднимается правильно, у меня почему-то складывается. И всегда перед глазами стоит, когда лично ходит ЭТСИ. У вас на этаже специальный такой шкаф с грамотами и кубками. И от него порой глаз не оторвать. Это точно как бы телекоммуникационная компания или олимпийская сборная? Там их прямо много-много. Ваши пожелания нашим радиослушателям в этом уходящем и наступающем году? Да, на самом деле, да, сложный год для всех. Но, тем не менее, любой год он несет свои положительные моменты. Поэтому то, что мы его прожили. Ну, вот есть такая поговорка, что все трудности делают наш сильный. И мы все пройдем этот сложный год и потом будем вспоминать о нем. Ну, может быть, с какой-то иронией, да. Поэтому я хочу в этот предновогодний период пожелать всем позитива, доброжелательности друг к другу. И как связист я хочу пожелать, чтобы мы все были на связи. От лица редакции радиостанции «Голос Азии» СН2-5ФМ я от себя лично полностью с вами согласен. Спасибо огромное, что нашли время прийти при вашем достаточно нелегком графике. А я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях был генеральный директор ООТСИ «Хертек Солдис Арланов». Спасибо вам огромное. Спасибо, что предоставляете качественные услуги связи. И в уходящем и наступающем году всего-всего вам самого лучшего. Спасибо. Спасибо радиостанции «Голос Азии». Александр, вам спасибо и нашим радиослушателям.